Целое садоводство в Ангарске осталось без воды. Старый водопровод здесь демонтировали, а новый оказался людям не по карману. Как будут спасать свои урожаи ангарские дачники, расскажем в сюжете. В садоводстве «Радуга» около ста участков. Часть из них заброшена. Четверть собственников проживают в СНТ круглогодично. В разгар лета эти люди остались без воды. Причина, рассказывает председатель, банальное отсутствие средств. Садоводство у нас маленькое. У нас одни практически пенсионеры и многодетные. Денег на сбор воды нет. Если в соседних садоводствах буквально 5 метров до забора, то мне 300 метров тянуть воды. Доработы очень дорогие. Садоводство «Радуга», «Дружба» и «Сибирский садовод» еще два года назад решили провести вместо летнего водопровода зимний. Подали заявку и начали сбор денег. «Радуга» в последний момент отказалась. Садоводы посчитали это дорогим удовольствием. В итоге дачные участки и вовсе остались без воды. Летний водопровод демонтировали. У них СНТ. То есть у них есть председатель. И соответственно мы не заключаем индивидуально с каждым договор, как в многоквартирных домах. Заключаем договор с СНТ. То есть юридическое лицо. Одна точка подключения. Дальше они уже решают вопросы внутри. То есть они сами приняли решение о демонтаже этого старого изношенного летнего трубопровода. Сами его демонтировали. Я не знаю, согласовывали они с представителями «Радуги». Не согласовывали. Но в итоге вот что имеем, то имеем. Сейчас садоводы «Радуги» за водой ходят на колонку. Решение о прокладке зимнего водопровода приняли только сейчас. Деньги хоть и с большим трудом, но собирают. Руководство водоканала в качестве поддержки в ближайшие два месяца подачу воды будет осуществлять без счетчика. Тариф рассчитают по среднему. А прибор учета здесь установят, как только смогут приобрести. В местном союзе садоводств уверены, что проблему дачники создали сами себе. Со стороны администрации сделано было все. И со стороны водоканала это подведен летний-зимний водопровод. Но нигде такого не было сегодня, чтобы асфальтировались дороги, подводили летний-зимний водопровод к садоводству. Но здесь садоводству подвели летний-зимний водопровод. Тут нужно только пошевелиться самим садоводом. Внутри, в границах садоводства. Два садоводства быстро это сделали. Сообразили. К слову, многие инициативы садоводов, например, строительство дороги или водопровода, муниципальный бюджет может поддержать финансово. Субсидия достигает 100 тысяч рублей. Предусмотрено и финансирование по региональным программам. Главный критерий участия – активность правления СНТ. Ведь подлежащий камень вода не течет. К слову, садоводство «Радуга» в этом году все же решило претендовать на грант. В этих группах – да. А вот здесь – это…